Визит генерального консула Казахстана Мне очень приятно, что хоть нас и мало, но мы даем больше качества обучения и получения тех навыков, которые мы приобрести в данном области. Как устроен человек? Просто донести до всех, как мы устроены, как работают наши органы, и почему, так сказать, бывают поломки и возникают болезни. Науку в регионы Самый важный вопрос у абитуриентов из других регионов – это, конечно, наличие общежитий и варианты заселения в это общежитие. Студенческие отряды. Что обсудили сегодня? Если будет возможность создания каких-то других отрядов, я думаю, что мы будем рассматривать этот вопрос. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Камиля Галякберова. Раис Республики Татарстан Рустам Мениханов провел заседание Ассоциации содействия цифровому развитию. Также на заседании присутствовали представители научного сообщества республики. Казанский университет был представлен ректором Ленаром Сафиным. Приветствуя участников заседания, Рустам Мениханов отметил, что такие мероприятия способствуют объективному анализу актуальных проблем функционирования научно-образовательного комплекса республики и реализации наиболее важных инициатив его дальнейшего развития. Одним из подобных проектов отметился и сотрудник Казанского федерального университета Эрик Мухаммаддинов, разработавший катализаторы акватермолиза для повышения нефтеотдачи пластов. Конкретно мой проект, конечно же не только мой, а нашей общей команды, направлен на разработку катализаторов акватермолиза для повышения нефтеотдачи пластов. Сейчас уже не секрет, что доля легкой, хорошей нефти уменьшается, запасы трудноизвлекаемой высокорядской нефти возрастают, и поэтому, по нашим оценкам, сейчас практически для всех нефтедобывающих компаний актуальным становится разработка таких месторождений. 14 февраля Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета посетил Раис Республики Татарстан Рустам Мениханов для торжественного открытия года педагога и наставника в Российской Федерации. В рамках мероприятия для Рустама Мениханова была проведена обзорная экскурсия по институту, где были презентованы ведущие проекты вуза, а после состоялось заседание коллегии Министерства образования. В завершении гостей праздника ждал концерт с яркими танцевальными и вокальными номерами от студентов и школьников Республики. Подробнее о торжественном открытии года педагога и наставника и планах на будущее смотрите в одном из наших следующих выпусков. Мы делаем все, чтобы профессия учителя вышла на качество новой уровень. Мы стремимся к созданию современной школы, как в содержательном, так и в техническом плане. В этом зале присутствуют лучшие свои профессии. Народ не учителя, лауреаты премии имени Махмутова, представители педагогических династий. Хочу выразить всем вам слова благодарности за ваши знания, опыт и мудрость. Сызгар Ахмадов. 14 февраля Казанский федеральный университет посетил генеральный консул Республики Казахстан. Подробнее в своем сюжете расскажет наш корреспондент. 14 февраля в рамках недели иностранного студента в Александровском зале Казанского федерального университета состоялась встреча с генеральным консулом Республики Казахстан Ерланом Искаковым. Как отметил гость, обучающиеся чувствуют себя комфортно и умеют легко адаптироваться. Этому способствует языковая среда и их образовательный уровень. По последним данным в учебном заведении сейчас получают образование более 500 студентов из Казахстана. Мне очень приятно, что хоть нас и мало, но мы даем больше качеством, так скажем, обучения и получения тех навыков, которые мы можем приобрести в данном университете. Как говорил Ленин, учиться, учиться и еще раз учиться. Я думаю, что упорство и вот эти вот твердые, так скажем, желания познавать новые предметы, новые науки, они должны не останавливаться. Отметим, что программа второго дня состоит из нескольких разнообразных мероприятий. Сегодня в стенах Института международных отношений также прошла Олимпиада по русскому языку как иностранному. Завершился второй день недели иностранного студента квестом по историческому музею Казанского федерального университета, а также встречи с русским домом в Монголии. Наш президент с Рустамом Рогалиевичем Менихановым встречался четыре раза. Это уже определенная статистика и динамика, что думаю, в этом году будут не меньше этих встреч. Предполагаю, что будут и новые какие-то проекты. Я могу так с гордостью сказать, что планы очень большие, можно сказать. И на самом деле Татарстан всегда в фокусе нашего такого особого внимания, нашего правительства. Напомним, что неделя иностранного студента в Казанском федеральном университете продлится до 17 февраля. Студентов ожидают не только лекции и экскурсии, но и уроки иностранных языков, презентации профильных клубов университета и даже праздничный концерт в финальный день недели. Евгения Евдокимова, Алина Красильникова, Фарид Захитаглы, Универньюз. Нас часто интересуют, какие процессы происходят в нашем организме и почему. Ответы на эти вопросы дает своей новой книге директора Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Подробнее узнавала наш корреспондент. «Homo sapiens под микроскопом» – такое название дал автор книги Андрей Киясов. Написана она в экспериментальном жанре научно-популярного учебного пособия и рассказывает о том, как устроен человек, как работают и развиваются сложные системы наших органов, из каких клеток они состоят и какую ответственность несет каждый тип клеток в сложном функционировании нашего организма. Просто донести до всех, как мы устроены, как работают наши органы и почему, так сказать, бывают поломки и возникают болезни. По крайней мере, я попытался сделать это, чтобы было интересно, со всякими ост... Ну, там, если почитаете, так сказать, как бы со сравнениями, чтобы легко можно было понять. Главное отличие книги от классического учебника – стиль изложения материала и иллюстрации. Она структурирована в соответствии с разделами дисциплины гистологии. Автор преподает у студентов медицинских вузов уже 40 лет. Книга написана таким образом, чтобы текст был понятен не только врачам и студентам медицинских вузов, но и обычным читателям. В рамках программы «Приоритет» мы говорили о биологизации общества, о биологизации образования, потому что, помните, когда была пандемия ковид, то там каждый суслик-агроном из каждого утюга слышалось, так сказать, все там слова иммунологии, антитела, еще чего-то, и каждый как будто что-то понимает. 90% из тех, которые из утюгов вещали, так сказать, не понимают даже то, о чем говорят. Вот здесь вот я попытался так, чтобы люди поняли, о чем же хотят им, так сказать, сказать из телевизоров или из каких-то других средств массовой информации. Книга отвечает читателям на все интересующие вопросы, касающиеся нашего организма. В нее включен весь базовый раздел «То, что должен знать каждый врач и любой, кто учится на медицинской специальности». Главный посыл этой книги – поднять уровень биологической грамотности всех людей, интересующихся своим здоровьем и медициной. Эмилия Адельшина, Алина Красильникова, Фарид Захитаглы, Универньюз. Молодые люди в возрасте 18 лет – одна из самых мобильных групп населения в плане смены места жительства. Выпускники школ чаще всего выбирают вузы в других регионах. Куда поступают российские студенты, расскажет наш корреспондент. Один из самых главных вопросов для выпускника школы – куда поступать. На выбор вуза влияет множество факторов. Наличие подходящей специальности, количество бюджетных мест, проходной балл и, конечно, место расположения учебного заведения. Конечно, хочется выбрать идеальный в этом плане вариант – совместить качественное образование и личный комфорт. Накануне министр науки и высшего образования Валерий Фольков заявил, что все больше выпускников школ выбирают учебные заведения в соседних регионах. Мы для этого очень многое делаем. В частности, почти 75% бюджетных мест распределяются в регионы. И если учесть, что в последние годы у нас беспрецедентно увеличивается количество этих бюджетных мест, то больше всего приток мест у регионов. Молодые люди в возрасте 18 лет на протяжении долгого времени являются одной из самых мобильных групп населения в плане смены места жительства. И хотя Москва, Санкт-Петербург и Московская область по-прежнему лидируют по проценту иногородних студентов, все больше абитуриентов выбирает и другие регионы, как правило, ближе к дому, чтобы процесс адаптации к новой жизни проходил легче. Самый важный вопрос у абитуриентов из других регионов – это, конечно, наличие общежитий и варианты заселения в это общежитие, ну и, соответственно, проходные баллы. Между тем, рано судить, насколько нынешняя политика по сохранению молодежи в регионах справляется с поставленной задачей. Эксперты подчеркивают, что этот вопрос следует рассматривать в долгосрочной динамике. Об организации и проведении круглого стола, приуроченного ко дню российских студенческих отрядов, расскажет Амир Ахтямов. Мероприятие было приурочено ко дню российских студенческих отрядов и государственному празднику. В работе круглого стола приняли участие представители структурных подразделений и активисты штабов студенческих трудовых отрядов вузов города Казани, а также представители студенческих трудовых отрядов Казанского федерального университета. Вообще в Казанском финансово-экономическом институте, который сейчас – это Институт управления экономикой и финансов, плюс экономфаки, весь экономический блок всех вошедших университетов, были самые любимые отряды. Это отряды, которые ездили в Астрахань и отряды, которые ездили в Молдавию. С приветственной речью к участникам круглого стола обратился директор Института управления экономики и финансов Наиля Багаудинова. В свои студенческие годы она принимала активное участие в деятельности СТО. В своей речи она отметила, что движение студенческих трудовых отрядов является важной инициативой и выразила уверенность в том, что столь представительный состав участников заседания внесет достойный вклад в развитие движения. В Институте управления экономики и финансов есть свои трудовые отряды, как мы их сейчас называем. Если будет возможность создания каких-то других отрядов, я думаю, что мы будем рассматривать этот вопрос. Основополагающим направлением студенческих отрядов являются студенческие строительные отряды. Еще в 1957 году в Казанском университете родилась традиция создания строительных бригад, работающих во благо родного вуза. Студенческие отряды по-прежнему остаются одним из самых массовых молодежных движений России. Амир Ахтемов, Александр Кузнецов, Универньюс. Подведены результаты заседания Совета по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития передовых инженерных школ «Киберавтотех». Казанский федеральный университет в 2023 году получит грант в размере 348 млн 221 тыс. рублей. На этом все. В студии была Камиля Глягеберова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok